Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас сегодня в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев. В одном из своих интервью он сказал, что за последние 150 тысяч лет средний вес мозга человека сократился на 250 грамм. Если эта тенденция продолжится, к чему она приведет? В общем, обреченность мозга, ставим знак вопроса. Вот такая тема, мы ее согласовали до эфира. Сергей Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами неоднократно это обсуждали, вы неоднократно это говорили. Вес мозга уменьшается. Но давайте мы поговорим о том, эти тенденции продолжатся или нет. Ну, вес мозга уменьшается, во-первых, не у всего человечества. Среднего? Нет. Нет? Речь идет о европейцах. Значит, вес мозга очень уменьшается у европейцев. Ну, по многим причинам. Но кто в Африке исследовал мозг? Как у людей, особенно там погибших как-то неожиданно. Никто его не исследовал. Его просто ели. Ну вот. А не до исследования было. А вот в Европе уже довольно долго на протяжении многих, скажем так, столетий, где-то лет 300 уже, во-первых, проявляют интерес к мозгу. Во-вторых, в Европе сохранилось огромное количество индокастов, то есть черепов, у которых уже мозг сгнил, все нормально, которые являются археологическими остатками, свидетельствами нашей исторической эволюции, в том числе уже в такие письменные времена, ну, там, с времен Египта. И эти черепа, эти захоронения, они до нас дошли. И по известной технологии можно измерить внутренний объем. Сейчас это все усовершенствовалось. Сейчас 3D-рентгеновское сканирование, ты получаешь объем, ну, там завычи там оболочек мозговых желудочков. И таким образом можно довольно точно проследить, что происходило с мозгами на территории цивилизованной Европы. Ну, и там Северной Африки, когда она тоже была цивилизованной. Сейчас этого, конечно, уже не скажешь. Так вот, собственно говоря, эти материалы послужили основой для таких выводов. Это в Европе при интенсивном искусственном отборе, а это что означает? Это означает, что Европа как раз больше, чем любая другая страна, подверглась интенсивному отбору людей. Причем не отдельные страны, а целиком Европа. То есть географическое понятие. Именно из-за того, что высокая плотность населения, огромное разнообразие этого населения и очень динамическая эволюция гоминидная. То есть что это значит? Быстрое появление государств, быстрая смена этих государств, быстрая перекройка разных социальных отношений приводила к тому, что все время возникал спрос на тех или иных людей. А на других людей спроса было, не было. А еще была такая история, как войны. Ну, понятно, за что. Войны – это еда, размножение и доминантность. Больше никаких причин войн нет. Вопрос, кто размножается, вопрос, кто ест. Все. И вот Европа лихорадила непрерывно на протяжении двух с половиной тысяч лет. И за это время выработались некие наборы, скажем так, критерии социальной адекватности людей, которые живут в Европе. Но кто считается в Европе самым адекватным? Законопослушные граждане? Конечно. Ну, вот вспомните всем недавнее прошлое. Там Адольф Гитлер пришел к власти, и все население его дружно приветствовало. Законопослушное. До этого они приветствовали совсем других людей. Так же точно выстраиваясь толпами вдоль пути исследования любимого Адольфика. В чем дело-то? Дело в том, что на самом деле в Европе вот такая замечательная реакция, быстрая, не прошло ей двух лет на смену, например, власти, она приводит к полному восторгу граждан. Почему? Да потому что их до этого тысячу лет отбирали. Именно поэтому они так хорошо адаптированы и так быстро меняют ногу. Почему? Потому что отбор шел по самым, скажем так, важным для выживания человечества критериям. Каким? Это главный критерий – это законопослушность граждан и социальная покладистость. То есть граждане должны быть покладистыми. Они должны выполнять то, что им говорят. Поэтому неважно, кто там приходит в Германию к власти. Пришел Гитлер, ну и хорошо. Ура, да здравствует новый. Уничтожили его, поставили другое правительство. Опять ура, все толпами с восторгом идут разбирать кирпичи после предыдущего, так сказать, вождя и учителя. И абсолютно все нормально. Вот такая, без, скажем так, полная бесхребетность, отсутствие, полное отсутствие самостоятельного мнения, полное отсутствие социального анализа позволяет управлять Европой как угодно. Вот сейчас им сказали, мы набросимся на Россию, ее закусаем до смерти. Они все говорят, да, конечно. Конечно, эта фантастическая деградация в Европе головного мозга привела к тому, что на самом деле для выживания в той же Европе намного большее значение имеет твоя адаптивность, приспособляемость. Неважно, какой у тебя начальник. Важно, с какой скоростью ты приспосабливаешься к его идиотизму. Все хорошо. Вот по этому принципу все работает прекрасно. Почему? Потому что эти люди занимаются личным выживанием. А для личного выживания в Европе при такой плотности населения, жесткости законов и скорости их исполнения никакие ваши личные качества особого значения не имеют. Имеет значение ваша покладистость, ваша законопослушность, ваша, так сказать, склонность к художественному стуку на соседа, ваше желание урвать кусок соседский и заложив его при этом – это все те прекрасные качества, которые культивировались в Европе. Они, конечно, всегда прикрываются религиозностью разной формы. При некоторых сменах религиозных парадигм даже это давало некий эффект. За счет чего человечество эволюционировало? Потому что из-за огромной изменчивости головного мозга каждый раз, когда население более-менее размножалось, они успевали убивать впрямую просто с корыстными целями или в результате тех или иных болезней. Набиралось большое количество. За счет изменчивости мозга, высокой изменчивости, особенно при относительно близкородственных браках, что тоже очень полезно для появления как идиотов, так и гениев. В Европе появлялись очень талантливые, одаренные люди, которые создали тот прогресс европейский, который мы видим и в музыке, и в технике, в чем угодно. Индивидуальную изменчивость никаким истреблением населения не остановить. Хотя это большая проблема для всех правителей. Любой творческий человек, у которого серьезные личные амбиции, и который может реализовать свои фантазии, у него хватает энергии, как называют драйва, желаний и прочие-прочие, гормонов, в конце концов. Он создает то, чего не было до него в социуме, если у него мозг очень уникален по своей конструкции. Ну, его быстро обычно уничтожают, но плодами его всегда пользуются, это так принято, ну, среди обезьянок. А вот основную-то массу, потому что мы же говорим о том, что мозг уменьшился, составляют люди, которые как раз такими способностями не обладают. И потрясением социального фундамента того или иного государства не занимаются, то есть они безопасны. Поэтому что происходило? Из поколения в поколение на протяжении полутора-двух тысяч лет в Европе выживали не те, кто обладал индивидуальными какими-то качествами, ценимыми, а те, кто не мешал социальной системе жить, как она жила. То есть на самом деле шел стабилизирующий отбор. То есть если переводить на язык биологии, то то, что мы видим в Европе, это плоды стабилизирующего отбора, где ни религия, ни социальные ценности, никакие заповеди никакого значения не имеют абсолютно. Имеет значение только две вещи – еда, размножение доминантости и передача по наследству тех преимуществ, которые они получили. Всё. Интеллект тут ни при чём. У нас, собственно говоря, что произошло в 90-е годы, когда у нас началось бурное строительство капитализма? В чём дело-то? Все те самые начальники, в том числе и Цыковские, посмотрите, это все их или родственники, или ближайшие сподвижники, кто сейчас, так сказать, рулит. Они чем занимались? Они занимались очень простой вещью. Они накапливали известные ресурсы, богатства, но не могли в рамках социализма передать это по наследству. Чё надо было сделать? Надо было сделать вернуться к обезьяне конструкции эволюции. То есть обезьяне эволюция, то есть вот самая дарвиновская, самая дикая, та самая, которую родоначальники ещё писали, они и мечтали, сотрудники ЦК и член ЦК, КПСС. Собственно говоря, что они осуществили. Чем отличается всё, что происходит сейчас? Тем, что можно накапливать от того, чтобы накапливать сколько угодно богатств, их передавать по наследству. Посмотрите, какие посты занимают чьи дети. Ну, список длиной в километр. Я не вижу никаких разниц. То есть возврат от социализма мы возвратились в капитализм, а говоря биологическим языком, то есть гоминидная эволюция биологического типа, которая шла на протяжении двух тысяч лет в Европе, привела к снижению массы мозга на 250 грамм за счёт того, что люди стали более покладистые. Мы менее сообразительные, но зато более послушные и более эффективно платящие налоги. Это замечательно. Значит, это биологическая эволюция. Мы вернулись сейчас к биологической эволюции. У нас будет происходить то же самое, потому что для того, чтобы население делало то, что от него требует государство, мозгов не нужно много. Зачем? Потому что любой человек, который будет обладать творческим потенциалом, интеллектом, который будет что-то придумывать, что-то делать, он представляет социальную опасность. Очень большую. Именно поэтому, если посмотреть на нашу науку, она, собственно говоря, методично ликвидируется. Вот институт, в котором я работаю, институт морфологии человека. В ближайшее время сливается и исчезает. То есть, ну, понятно, да? Это такая форма как бы внешне безболезненной ликвидации научного потенциала страны, так сказать, говоря о том, что мы организуем очень важный научный комплекс. Ну, в Сибири такой комплекс сделан. Там, если мне память не изменяет, объединили медицинские институты с сельскохозяйственными. Ну, насколько удобней делать операции на сердце в коровниках? Или спрашивать совета у агрономов? Это же ясно. Сергей Вячеславович, все же экспертную оценку вы можете дать? Ну, как версия, например. Все-таки в целом, в среднем, если брать по меру вес мозга, он-то остался таким или упал, или вырос? Вы говорили только о Европе. И, в общем-то, вначале объяснили, почему нельзя говорить о других регионах. Ну, потому что они не собирают. Ну, быть может, у вас есть некие свои предположения? Нет, есть предположения, есть. Дело в том, что если территории большие, и перенаселения нет, в том смысле, что законы не действуют равномерно по всей территории, то, конечно, мозг будет примерно находиться на том же самом уровне. А может быть, даже в каких-нибудь фавелах знаменитых, где битва за жизнь идет ежедневно, там может быть даже и некоторое увеличение. Потому что все-таки сообразительные они реже подпадают под мачете, чем бестолковые. Это, как известно, во всем мире. И когда отбор был такого рода жесткий, мозги действительно у человека были достаточно крупные, потому что надо было выживать. А где-нибудь, я думаю, в благородной Японии, я думаю, там все наоборот. Там все-таки основные проблемы, как известно, медицинские, это глисты. Поэтому связаны с пищей. У них там многие традиции пищи. Кстати говоря, я не имею, не намекаю в виду на суши, потому что суши вообще – это изобретение начала XX века. Не надо морочить людям голову, хотя, да, там тоже есть глистные инвазии. Но у них от друга не просто форма пищи, там и обработки традиционно. Поэтому, кстати говоря, этим надо пользоваться, этими знаниями. Японские антигельминтные препараты – одни из лучших в мире именно по этой причине. Так что эта польза тоже происходит для всего человечества. То есть нельзя сказать, что у всего человечества идет равномерное снижение. Этого нельзя сказать. Но если говорить очень общо, то золотой миллиард – это как раз они добивались того, чтобы максимально быстро деградировать. И они хотят продолжать это делать. Ну, вы посмотрите, литература какая появляется. Вы посмотрите на политиков, которые появляются в рамках золотого миллиарда. Я имею в виду и США. Ну, одна Псаки – она просто звезда, я считаю. Нам еще далеко до них. Нет, правда, сейчас в Германии уже появились. Вот это, кстати, плоды отбора. Обратите внимание. Вот эти позеленевшие климактерические старушки, которые там сейчас засели в германском правительстве. И если их не остановят, там один способный мальчик, который у нас здесь был недавно. Я думаю, что Германию ждет, конечно, жутчайшая катастрофа экономическая, потому что они просто плоды как раз вот этой вот замечательной биологической эволюции в Германии на протяжении последних трех поколений. Они выдвинулись как представители. То есть вот в рамках золотого миллиарда, да, снижение очень было заметным. Это не только по Европе. И в США, кстати говоря, там есть многие данные. Но в США сложнее. Там надо вычленять все время белое население, которое там мигрировало с первыми волнами, и отслеживать их. А они же там бессовестным образом митисовались. Понимаете? И тайно, и не тайно. Законно, и незаконно. И бог знает что. Там всеобщее равенство и братство. Правда, сейчас они как-то разделились почему-то. Но, видимо, они всем нравятся, когда сносят памятниками американским героям. Но так вообще цивилизованный миллиард, то есть, короче говоря, когда наследственные деньги и еда в избытке работают, тогда идет деградация. Она маскируется митисацией, очень интенсивной. Ну, достаточно вспомнить ту же Францию. Ну, во Франции к началу XIX века была вообще с мозгами катастрофа. Я вам должен сказать. В Европе у французов так мозги самые маленькие. А уж тогда было совсем дело дрянь к началу XIX века. Но Россия спасла, как всегда, Францию, потому что, пройдя через большую часть Франции, наши войска оставили о себе сильные воспоминания, в том числе и физические, так сказать, утешив безутешных француженок. Это раз. А второе то, что не так любят говорить наши историки. 30 тысяч русских солдат не погибли на поле брани, растворились, осчастливив огромное количество французских красавиц. И это привело к некоторому росту интеллектуальному, в том числе во Франции, потому что у нас-то население практически не подвергалось церебральному сортингу в рамках феодальной системы Европы. У нас огромная территория, «Ну, не понравилось-то, 200 километров отошел, и там про твоего хозяина никто никогда не слышал. А если он там появится, он может неожиданно умереть от удивления где-нибудь в болоте». Что, собственно говоря, и происходило постоянно. А там-то это все прошло через молотилку чудовищную, еще это одна, достаточно вспомнить историю, охоты на ведьм. Все маломальски симпатичные девицы были сожжены на кострах из-за того, что у попов возникало, у католических, конечно, у католических, возникала на них очень сильная эрекция. Это считалось шайтанством, их сжигали. Слушайте, вот это вообще могло возникнуть только уже на уровне деградации мозга. У нас еретиков на кострах не жгли. То есть, понимаете, это уровень деградации был уже очевиден к Средневековью. То есть, к моменту выхода знаменитой книжки «Молот ведьм» уже все было в порядке. Интересная книжка, я могу вам сказать. Да, она занимательная. Вот она все и говорит о Европе, как они думают. С ними можно разговаривать только одним способом. Ребята, церебральный сортинг не устроим? Вам как? С помощью голодомора? Или просто замерзнете зимой без газа? Вы чего предпочитаете? Как вы? Замерзнуть или помирить с голодухи? Потому что на самом деле очень серьезно. И дело 500 миллионов человек, из которых 300 миллионов не работает, уже из поколения в поколение работать не собирается. И когда они сейчас окажутся перед лицом нового цикла искусственного отбора, он будет и будет, к сожалению, чудовищный. Почему? Потому что он будет касаться не качества жизни. Вот этого в Европе, например, не понимают. Я разговариваю со многими людьми. Они не понимают. Они не могут поверить, что он коснется... Они готовы поверить, что он коснется качества жизни. То есть, ну, просто будет вот там еда еще хуже. Я не знаю, куда там в Европе хуже еду придумывать. Ну, кроме как для самых богатых. Там есть еда для самых богатых, а есть еда для всех остальных. И она уже давно несъедобная. В той же Германии возникла огромная проблема с коровами. Они отчаянно пукают. Это портит атмосферу. Давайте всех переведем на подножный корм. Будете питаться, как в нашем знаменитом фильме «Мертвый сезон», питательным бобовым супом. Бобы, правда, будто из России. Ну, как виски. Многие же любят, да? Гечмень, кстати говоря. Обычно не шотландский. Сергей Вячеславович, представьте себе. Ну, иногда говорят о будущем мировом правительстве. Чего-чего? Да, вот о мировом правительстве. Это вот этот вот, который прижал, типа Олова или Байдена? Нет, 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 нет. Я не сказал сейчас фамилии. Я сейчас говорю о версиях. Вот, допустим, установилось некое... Это мы гипотетически разговариваем. Оно не может установиться. Вот сейчас мы это все обсудим. Сейчас мы все это по пунктам. Что-то вроде того, что писали антиутописты. Вот, допустим, да? И они распространили тот порядок, о котором вы говорите, на весь мир. Нет, нет, я не говорю ни о каком порядке. Я говорю о беспорядке пока. Ну, беспорядок – это тоже порядок, только, может быть, с другим знаком. Это все, сами знаете, вопрос терминологии. У меня два вопроса. Во-первых, возможно ли это? Во-вторых, если это возможно, реализация антиутопий, ну, пусть не таких, пусть каких-то других с модификациями, пусть не таких, как у Орла или у Хаксли, но, в принципе, распространение некого порядка на весь мир. Возможно ли это, на ваш взгляд? Нет, это уже прошло момент такой. То есть это можно было сделать лет 35 назад, но сейчас уже нет, конечно. Почему? По двум причинам. Потому что гоминидная экономика построена на сегодняшний день высокого уровня на воровстве. Не в том смысле, что сосед украл у соседа, это тоже хороший способ, известный, а в том, что одни страны живут за счет других. Но из-за развития системы коммуникации все видят, кто как живет. Поэтому эта история закончилась. Обезьяны будут конкурировать с собой до смерти. То есть жить в Европе за счет других стран невозможно стало. И Америке невозможно. Значит, чему это ведет? К тому, что у них жизненный уровень будет непрерывно падать. А он падает. И в Европе он падает прекрасно с 2008 года. И в Америке уже докатился до уровня жизни 50-х. Все это происходит на наших глазах. Сколько бы мы ни закрывали глаза. К концу года промышленная инфляция в 25% превратится в США в потребительскую. И Байдену никак не выиграть выборы, если он не устроит что-нибудь типа распилы Европы или распилы Украины. То есть надо это делать, иначе дело дрянь. Это я отвлекаюсь. Иначе говоря, мировая система экономическая на сегодняшний день в рамках существующей политико-экономической парадигмы невозможно в принципе. Потому что не из-за того, что экономические законы, мне вообще, я до них очень далек, а из-за того, что гоминидная эволюция, то есть церебральный сортинг, настолько идет дифференциально в разных странах и настолько посвящен разным проблемам, что объединить это будет невозможно. Потому что объединение может быть только сведением некой уравниловки. Эта уравниловка очень понравится нищим бездельникам и очень не понравится работающим богатым. По этой причине, я уж не говорю про олигархат, всю эту мелкую шушру, их не так много. А вот это непреодолимое препятствие. Потому что где статистика североафриканцев, приехавших в Европу по работе? Ее вы не найдете нигде. Потому что они приезжают не за этим, они приезжают за пособиями. Вы хотите это все объединить? Это будет очень интересно. Но это невозможно просто даже по техническим уже причинам. Значит, что будет? А вот будет, здесь относительно мозга очень интересно. Сейчас будут созданы, и все об этом говорит. И, собственно, уход из Афганистана, и ослабление некоторых глобальных систем, то есть перераспределение, скажем так, политико-экономической картины мира, на самом деле отражает очень одну простую вещь. Объединение невозможно. Экономически поддерживать сегодняшнюю финансово-олигархическую систему, построенную на грабеже друг друга, нельзя. Значит, надо что делать? Надо дифференцировать экономические зоны, в рамках которых вы можете справиться с этим. Ну как, ну, понимаете, вот у вас там, вы директор предприятия, у вас работает 100 человек. Сложно справиться с экономикой дома, с питье глоедами, справиться можно. Ну, вот вам и все. Так и здесь. То есть мир распадется о несколько экономических зон, все к тому идет, все это видно, все на глазах. И в рамках этих экономических зон возникнет не только собственная, там, валютная система и прочее-прочее, возникнет собственная система церебрального сортинга. И эти системы будут решать свои задачи, а не чужие. Вот это вот очень интересно. Для меня, мне кажется, вот мне лично интересно это. Потому что придется ввести совершенно другие законы. Придется эти же глобальные системы, там их будет 4-5, на которых спадется весь мир сегодняшний, значит, они будут конкурировать друг с другом. Назовите, пожалуйста, те системы, которые, с вашей точки зрения, возникнут. Пять вы сказали. Ну, примерно пять. Давайте. Значит, ну, Соединенные Штаты объединят в себе, конечно, я думаю, все до Колумбии, потому куда они без кокаина. Они не смогут жить. Поэтому им надо обязательно присоединить несколько тонн каждый месяц. В общем, это серьезный бизнес. Значит, от Канады, включая Канаду, включая… Мексику, наверное. Мексику нет. Я говорю, все, да, Колумбия, наверное. Да, вот такой вот блок один. Это Америка. Да, да, да. Американская такая, да. Значит, второй блок – это бразильянцы. И вот это вот Южная Америка. Быстрее всего объединенные с Намибией и Южной Африкой. Второй блок. У них очень похожие экономики, очень похожая система управления. Значит, там заход по Африке там непонятно, потому что там любой проход приведет к тому, что часть населения надо будет просто содержать, а это дорого. Дальше попытка наша. Значит, третья система – это наша. Это от Японии до Центральной Германии. Он понимает, что Германия будет разделена на несколько частей, потому что это ее судьба с таким правительством. Я извиняюсь, мне жалко немцев. Но ничего не сделаешь, ребята. На три части на этот раз, чтобы они объединились. И это наш кусок. Туда, кстати, может войти и Иран. Быстрее всего войдет. Быстрее всего войдет в каком-то виде Турция. Там Польша, естественно, само собой. Потому что там у них нет другой судьбы. Значит, вот такой кусок. Ну, и дальше остается, что это вот уже третий. Четвертый – это Китай и Индокитай. Включая Тайвань, все остальное. Ну, и там вплоть до Австралии. В Америку, кстати говоря, быстрее всего зайдет так или иначе еще это, как ее, островитяне имею в виду, Британию. И Австралия. Вот, видимо, вот такой кусок будет англосаксонский. Потом китайский. Ну, и дальше Европа быстрее всего будет распилена на несколько частей, потому что сейчас этим активно занимаются англичане. Пытаются собрать себе, скажем так. В новую империю? Да какую? Империю закончилась в Великобритании, когда у них появился этот большой любитель сигары-коньяка. Уинстер Черчилль. Что он первое сделал? Он уничтожил английскую колониальную систему. Он был первым вставленником международного финансового капитала. Ее уничтожил. Ему за это поставили памятник. Англичане до сих пор испытывают оргазм, глядя на этого идиота, с моей точки зрения. Почему? Да по очень простой причине. Он уничтожен в пользу финансового олигархата английскую, Великую английскую империю. Уничтожил. Физический. Все. Если вы правы, существует такая мощная финансовая олигархия, которую может ставить в Британии своих людей. Наверное, она существует и сейчас. Эта олигархия состоит из дураков. К сожалению. Причем круглых. Совершенно. Без единого зазора. Иначе бы они до сегодняшней ситуации Европу бы и Англию не довели. А может, это специально сделано? А, то есть они специально делают себе харахии, чтобы посмотреть на собственные кишки? Ну, у вас хочу спросить. Сибири? Я отвечаю. Сибири. Сибири. А кому же они делают? Идиотизм в Англии с выходом из Евросоюза. Известная же история. Вы меня простите. Они же хотели что? Зачем они выходили-то вообще-то? Из Евросоюза. Это же чистый идиотизм. В Англии нет промышленности практически. А то, что есть, продано иностранцам. За счет чего живет Англия? Это сберкасса европейская. Для того, чтобы жить на проценты от работы сберкассы, англичанам надо 600 миллионов человек. То бишь Европа. Нет у них больше не с чего деньги брать. Это сберкасса американская в Европе. Все. Они выходят из Европы. Идиотизм? Да. Но у них был другой план. Создать другую псевдоевропу. Знаменитый фокус серпа, где ручка серпа – это Англия. А Испания, Португалия, Северная Африка, вся, включая арабский мир, представляют собой новую систему. С новыми деньгами. И с кассой в Англии. Там была проблемка одна с Израилем, который хотели переселить в Крым. Ну, как известно, мы умеем портить такие проекты. Потому что единственное условие было арабского мира – это удаление Израиля. Ну, переселили бы в Крымово. Уже все было на мази. Но эта вся история закончилась ничем. Поэтому никакой Великой Англии нет. Есть копища балбесов, которые профурыкали первые собственные колонии, профурыкали собственную промышленность, профурыкали собственную науку, превратили ее в позорище. Вот, посмотрите, какой у них сейчас министр иностранных дел. Это сказочная женщина. Мечта поэта. Она бывший министр образования. Это она добилась в Оксфорде и Кембридже таких обалденных успехов, что английские ученые – это уже просто мем. Поэтому она, побывав министром образования, это вообще что-то, конечно, министр иностранных дел, она, конечно, твердо знает, что мы не можем предъявлять претензии к тому, что Воронеж, поскольку это не наша территория. Такой уровень идиотизма, вы понимаете, на уровне министра. Это деградация. Помните, спрашиваете про деградацию мозга. Вы любуйтесь. А вторая замечательная зелененькая старушка пребывала, которая с германицами. Хотелось ей налить коньячку, чтобы она перестала нервничать. Ну, так нельзя. Вы кого, ребята, ставите? Понятно ли, для чего эти люди отбираются? Понятно, почему они ставятся. Потому что это попытка запустить, в том числе этих мудрых финансовых олигархов, очень быстрый, жесткий церебральный сортинг. Потому что в случае такого сортинга можно устроить на долгое время безобразие, на которое можно списать свои собственные, скажем так, свою собственную умственную недостаточность, провалы в экономике, провалы в бизнесе, и заодно попытаться реабилитировать, реконструировать вот эту протукшую систему существующую, по новой для того, чтобы перезапуститься и сохранить на какое-то время свое доминирующее положение. А если это верно, то удастся ли? Это никогда не удастся, потому что это идиотизм. Все уже. Я рассказываю об их мечтах. Но, к сожалению, поэтому мы видим таких клоунов, которые могут действительно начать любую войну просто с перехезу из-за того, что там гормоны утром скаканули. Вы посмотрите. Вот это как раз их мечты. Именно поэтому конфликтность непрерывно растает. Но никто же не хочет отказываться от собственных денег, от собственной власти. И они будут цепляться за нее до последнего. И у нас представители этих групп, которые сидят в известных финансовых системах, будут делать то же самое, конечно. Если не по прямой указке, то по движению души, которая известным способом финансируется. Ну что же, а мы на этом и завершим программу. Уважаемые зрители, обращаю внимание на книгу Сергея Вячеславовича Савельева «Морфология сознания». Спасибо вам. Ну, это было мнение, оценочное суждение профессора Сергея Вячеславовича Савельева, которого мы снова ждем в наших эфирах, в ближайшем будущем и всегда. Спасибо. До свидания.